Всем привет! Меня зовут Оксана, мне 39 лет и я борюсь на данный момент с недержанием мочи из-за цистита, которым болела я в 15 лет. Диагноз называется интерстициальный цистит. Если простым языком брать, у женщин часто случаются циститы, то это умножить в 10 раз по болям, по ощущениям, то есть это частое мочеиспускание с резями и постоянные боли, постоянно болит мочевой пузырь. Позыв есть сильный помочиться, а ты не можешь сходить в туалет. Началось у меня все с простого цистита после переохлаждения в 2006 году. В связи с работой я, естественно, только могла травушки-муравушки по советам пить, кто-то лекарства такие незначительные, слабенькие тоже советовал. Через месяц, когда я поняла, что уже что-то лучше не становится, я уже начала ходить по врачам. На время стало легче, потом опять уже хуже, тут уже к резям боли присоединились и опять начала чаще мочиться, чаще в туалет ходить. Мы не знаем, что с вами делать, но давайте дальше вы будете продолжать травки какие-то пить, соблюдать диету. Все я соблюдала, но оно усугубляло, становилось все хуже и хуже. Мне поставил нейрогенный мочевой, сначала вот этот диагноз нейрогенный, гиперактивный мочевой с болевым синдромом. То есть то, что он не держит, постоянно болит, постоянное раздражение, постоянные позывы максимально усугубилось. Это когда в 2007 году я обратилась к врачу-гинекологу тоже по рекомендации. Почему-то на тот момент она решила мне колоть два антибиотика и вливать в мочевой пузырь коллоидное серебро. Я с этим коллоидным серебром должна была сидеть два часа. Естественно, два часа я не могла выдержать, потому что я каждые полчаса, на тот уже момент, каждые полчаса бегала в туалет. А на девятый раз я уже сказала, все, извините, у меня такие адские боли, я уже не могу, я не могу вообще встать с кровати. Лежала ванна, орала о той боли. Она коллоидным серебром спалила мне слизистую мочевого. И то, что ты пьешь, ешь, сразу ощущается там и раздражение мочевого сильное. Но как, знаешь, как оголенный нерв. Ела только одни супчики на картошке, потому что я ничего не могла больше есть. Мне тогда было сколько, 23 или 24 года. Ну, еще, ну, считаю, что всю молодость осознанную уже, вот я в этой болячке прожила. У меня не было сна, у меня реально не было сна. У меня иногда выключался мозг на 5 минут, то есть это такой поверхностный сон, потому что, ну, невозможно без сна вообще же находиться. Галлюцинации уже были вообще. И светлячки летали передо мной, и какие-то люди ходили возле меня, хотя я одна в квартире. И от боли тут кричала, потому что я не могла не пойти, ну, до кухни там, там, чтобы или что-то взять, или себе укол не могла сделать. И таблетки эти обезболивающие пью, они мне уже не помогают. Кричу от этой боли постоянно. Я не знаю, как там соседи выдержали со стенкой. Калеша приходит с работы, я же понимаю, что он и так видит, в каком я состоянии. То есть я стараюсь там улыбаться еще как-то, знаешь, сквозь боли, чтобы его настолько это тоже, ну, чтобы он вообще тоже в депрессию эту не погряз. Естественно, в связи с моей проблемой, с моей болезнью, мне пришлось уволиться с работы. Я уже подошла к начальнице, она мне даже показалось, обрадовалась, что я сказала, что я, наверное, буду увольняться, потому что ни физически, ни морально я уже как бы не могу работать. И она, да, да, Оксана, мы уже это все видим. И в один момент мама говорит, Оксана, ты же в детстве красиво рисовала, попробуй вот рисовать, как-то отвлекаться от этого всего, от болячки. Вот я действительно по чуть-чуть начала рисовать, знаешь, сначала карандашом, потом красками. И вот так вот, действительно, когда начала рисовать, оно как-то отвлекаешься, погружаешься весь туда, и на какой-то миг забываешь, что ты больной человек. Увлеклась. Увлеклась, что уже столько карты намалювала. Самый страшный год для меня был, начался это 2010 год и по 2013 год. Короче, я лежала во многих больницах, много мы еще лечили. Настал момент, что мне уже никакое лечение не помогало. И в 2010 году, когда в институте урологии мне сказали, что мы вам ничем помочь не можем, тут либо мы удаляем вам мочевой пузырь, либо вы едете домой, молитесь и ищите за границей лечения. И вот я на обезболивающих вот эти три года приходила терапевт тогда, говорит, ну я вашей девочке ничего сказать не могу, но вы как мать должны знать, у нее рак четвертой степени, она умирает. Это капец такое сказать, что мама больной из сердца была. Я на б***ю такое сказала, и ее маме еще хуже стало. Из-за этих всех переживаний и ее за меня, короче, то чтобы если не моя болячка, то мама пищу положила. Мама рассказала, буквально она год назад сказала об этом. Ты в таком было ужасном состоянии, что мы уходили все в другую комнату, тебе улыбаемся, поддерживаем, уходили в другую комнату. Мама, папа и Леша, муж мой, иди тупо плакали, не знали, что делать. В итоге, да, вот этот диагноз, что терапевт поставила, был ошибочный, так как же не могли меня проверить, что на самом деле, но она, как говорит, по моему опыту, то у нее это рак четвертой степени. Потому что такие боли бывают только при раке, вот когда человек умирает. было такое, что и нахлынивали истерики, и депрессии, и на мужа кричала, говорила, все, разводись со мной, зачем, ты еще молодой, разводись, найдешь себе какую-то там, будет у тебя семья, зачем вот это больное тебе тело, которое вздыхает реально. Он успокаивал, говорит, что ты такое говоришь, я же тебя люблю, мы будем с тобой до конца, мы выберемся из этого. поддерживал как мог. Знаешь, вот эта вот любовь, как бы, она вот понимала, если ты несчастная, то дай хоть счастье своему мужу, пусть он, знаешь, ради своей любви к нему отпусти его, типа, такого у меня было. Половая жизнь, вот с 2006, по 2008 еще как-то было, 2010, наверное, уже не было. О гуляниях никакой речи не могло идти, я даже не приезжала уже на дни рождения, потому что и для меня-то было бы мучение, и чтобы они лишний раз видели, как я страдаю, мучаюсь, ну, зачем кому-то портить праздник. Время идет, кто-то делает карьеру, семью создает, детей рожают, знаешь, растят вместе этих детей, или путешествуют, а я вот борюсь с этой болячкой, вот это меня вот больше всего задевало. Да, когда заболела, друзья, как не стало. Пеленки, памперсы я не могла, я не могла расслабить мышцу, вот на ведре надо было, я принимала особую там позу, в три погибели, чтобы как-то себя выдавить. Ситуации, чтобы я не добегала до туалета, таких не было, потому что я и не бегала. Вот в 2007, 2008 и 2009 году, когда мы на машине ехали, там, по врачам, и пробки были, вот, то, естественно, мне хотелось в туалет, то мы брали с собой, даже с собой брали вот это ведро, ставили там между задним, ну, задним и передним сиденьем сзади, ставили, там я вот это вот спражнялась, потому что иначе не могла. Мы ходили по другим врачам, на что посоветовали, чтобы лечь мне в 8-ю больницу, в отделение пограничного состояния. Многие озвучили из наших врачей, это все у меня в голове. Ну, и состояние, ну, действительно, если постоянно жить с болью, то человек уже становится нервный, раздраженный. Я была в таком состоянии, моральном подавленном, психологически подавленном, что я не знала, что мне делать, что мне поможет. В этом отделении пограничного состояния, пробыла я 2 недели, меня лечили антидепрессантами, плюс назначили их, чтобы я полгода еще дома сама принимала. Вот, но на основе этих антидепрессантов я еще пила, также продолжала пить обезболивающее, и оно как-то действительно нервы антидепрессанты там успокаивали, обезболивающее притупляло, как бы, боль. Палата была, и там 8 человек наслежали. Вот, и действительно, на некоторых смотришь и понимаешь, что у человека явное психологическое отклонение. И с нами психолог, там, спрашивала, там, там, все у них, как ты с этим справляешься, как ты сейчас, т.д. Я смотрю на это все, говорю, можно я пойду ляжу, у меня там болит, у меня с головой все в порядке, мне нужно лечь. За 2006 по 2013 не было ни одной операции сделано. У меня за вот эти года лечения ни разу не было такого, чтобы мне становилось легче настолько, что я почувствовала себя здоровой. ни разу такого не было, абсолютно. А в 2013 году я чудом попала в Израиль. Курологу доктор Берри, очень хороший доктор. Мне дали наркоз, чтобы я поспала на полчаса, а я проспала часов шесть. То есть настолько вырубился весь организм. Мне мой мочевой, он уже настолько вот слипся, и мне его расклеивали. Кошмар, как вас могли врачи в Украине и до такого состояния довести? Я говорю, они меня не лечили. У вас интерстициальный цистит. Он же лечится, правда, вы же меня вылечите. Он говорит, ну Оксана, мы можем делать тут заливки, то есть вливание лекарств в мочевой пузырь сейчас, но готовься к тому, что через пять лет тебе придется его удалять. Мне тогда вот стало легче. Вот тогда я только в тринадцатом году после Израиля почувствовала, что мне стало наконец-то легче. В туалет, я не знаю, могла даже раз в час ходить. После того, как каждые пять-две минуты я ходила, понимаешь, даже после Израиля у нас никакого полового акта с мужем не было тоже очень долго у нас. О сексе речи не могло быть в СССРе, секса не было. Вот мы в пятнадцатом году нашли врача, и я ему рассказала, как мне делали в Израиле. На четвертый раз он сказал, Оксана, ты знаешь, там уже все очень плохо у тебя с мочевым. Там, говорит, нечего спасать. Говорит, тут уже пришло время удалять. У меня вот так вот, я не могла эту информацию принять, переварить в голове. Они склонялись к тому, что это будет выведена трубочка, вот, и как бы через эту трубочку, через живот будет вытекать эта моча. Говорю, я на такое не согласна. Говорю, я настолько, как бы, брезгливая вот к этим всем. Говорю, второй вариант операции по удалению мочевого пузыря, это чтобы из твоей собственной кишки формируют новый мочевой пузырь. Вот, и я согласилась только на этот вариант. Это был девятнадцатый год. Операция была вот конкретно по удалению мочевого пузыря и формирование нового мочевого пузыря из кишки. Это значит, что сфинтера нету и моча у меня не держится вообще полностью. Самый большой для меня был страх, это когда уберут катетеры уретральные, и как же я буду сама ходить в туалет. Вот, и где-то вот года полтора я была с этим уретральным катетером. То есть моча выходила она сама, я не чувствовала ни позывов, чувства, что хочу я в туалет, такого нету. Но насколько раньше меня раздражало до операции, настолько сейчас его и нет, этого чувства. То есть абсолютно нету. В основном это у меня урологические трусики, это подгузники, которые полностью надеваются. Но я их еще чередую с урологическими прокладками. Потому что из-за памперсов, вот это хождение постоянно этих урологических трусиков, то естественно и кожей запревает вот это все. Памперсы приходится менять очень часто. В среднем я их меняю 5 раз в день. При женских днях то тоже оно все выходит и оно еще больше выходит. И тем более надо это контролировать, менять и даже чаще. Самые неловкие ситуации сейчас, это когда ты уже начал там выходить куда-то, знаешь, это сама в гости. Вот там попил чай, допустим, там где-то попил кофе. И самый неловкий момент, когда у тебя протекает подгузник. Там мокрые штаны или там даже в гости пошел, и ты встаешь и смотришь, блин, у тебя уже тут мокрая сидушка. Но я ношу, да, одежду такую больше спортивную. Это чтобы трусики, во-первых, вошли в них, чтобы это была более такая свободная одежда и, естественно, темная, потому что на светлой одежде это больше видно все-таки. Вот, когда протечка происходит. Ну, та, чувствуешь себя неполноценной женщиной, получается. Вот ты не можешь, знаешь, покрасоваться, что-то красивое, одежку какую-то, да, одеть, там что-то облегающее. А ты идешь как монашка или как зачуханная, вот эта престарелая уже бабушка, там в спортивных штанах и в памперсе. Смотришь, блин, ну капец. Думаешь, ну как же ж так? Тоже ж хотелось бы что-то красивенькое одеть на себя. Есть муж, да, и как бы хотелось с ним и близости бы. А тут же ж тоже не держание мочи конкретное. Причем это ж не то, что ты там кашлянул, чихнул или там, не знаю, там еще что-то. И письнул. А тут же ж постоянный процесс идет. Плюс эти шрамы, еще операции, они как-то там перекособочили меня так, что стыдно показать вот это все своему мужу, знаешь. Нет, я не считаю себя красивой вообще. Я знаю просто, какой я могла бы быть, и когда вижу себя в отражении, то, что я не получила, как бы, знаешь, не тот результат, как бы я вижу в зеркале, то, что, ну, то, как бы, такое небольшое разочарование, возможно, в себе там. Там, к сожалению, так у нас с мужем и не получилось ради деток. Но в связи с этими всеми осложнениями, которые произошли, вот, через которые прошлось пережить, и что было там, ну, множество вмешательств, то есть это врачи, как бы, не советуют мне не беременеть, не рожать. Если, конечно, успеем, может, заморозить свои яйцеклетки, ну, и свою уже оплодотворенную яйцеклетку, может, когда-то там вдруг произойдет чудо, и суррогатная мать где-то найдется, знаешь, такого плана уже и такие были мысли. Ну, а если нет, то будем дома тогда усыновления, или удочерения, почему бы нет. Летом 2020 года мне сделали последнюю операцию, и она была, наконец-то, удачной. Все вопросы с моими осложнениями при этой операции решили. Вариант по решению вопроса с моим недержанием мочи таким, это операция по установить искусственный сфинктер. Но опять в Украине этот искусственный сфинктер, еще операцию такую не проводились, не делали. Ее делают в Европе, в Америке. Но это очень дорогостоящая операция. Ставится искусственный сфинктер этот, и там есть такая кнопочка, и эта кнопочка пришивается к половым губам, и когда надо пописать, нажимаешь эту кнопочку, и моча вытекает. Я такая, что? Ты съедал? Да. Жизнь недержания мочи – это дискомфорт, неуверенность и ощущение стыда.